Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас над Джемоте. Сейчас мы с вами посмотрим сначала сверху на пляже первого проезда. Летим от улицы Морской. Вот он и сам первый проезд. А затем прогуляемся пешком и посмотрим, что уже открылось, что работает, сколько людей. Обратите внимание, что в самом центре здесь водоросли побольше. Но если отойти в сторону, вот вы видели первый разрыв водорослей или еще дальше, их практически нет. Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Мы находимся на пляже Каджимоте. Зовут меня Юрий Азаровский. И сегодня мы с вами посмотрим на первый проезд. Пройдемся по ценникам, глянем и узнаем, что, как и почем здесь. Ну и на все пляжи, которые к нему, в принципе, относятся. Люди и есть, люди загорают. Время на часах у нас подходит к 10. Температура воздуха сегодня уже 30. Температура водички градуса 21. Хочется сразу отметить, что помимо того, что водоросли есть вдоль берега, их вот так вот видно, видите, где гладкая водичка, то всегда можно найти чистые заходы. Вот вам, пожалуйста, первый проезд Чемоте. Выходите на море, проходите в правую сторону. Прямо близко и получаете чистящую водичку. То есть не критично. Единственное, что ждем, чтобы северный ветер перестал будет отгонять теплую воду от берега, и водичка у нас будет вообще опять кипяток. Просто пушка, сказка, бомба. Сейчас можете увидеть, что выглядит вот так вот. Вода чистая, но водоросли присутствует. Если для вас это критично, избирайте другие места, потому что здесь, чтобы у нас найти чистое море, придется немножко прогуляться. То есть это правда жизни, это так и есть, по-другому не будет. Но для тех, кому не архитично, это не будет проблемой, их просто перейти. Особенность, так сказать, Анапского побережья. Лежаки стоимость 300 рублей. Вся инфраструктура есть, есть мусорки. Единственный вопрос, это, конечно, по отдаленности. Теневых навесов до моря. Этого расстояния крайне мало, потому что 20 метров в законе. Но, как просят, войтируется в положении понимания руководителей пляжа Джимате, что полоска береговая очень узкая. И они пооставляли вот типа место за лежаками там на дюнах. И между лежаками тоже отдыхают. Мы действительно начинаем вот отсюда проход. И там свободная зона, ничего на ней не было. Здесь вот проходим дальше. И появляются как раз-таки водоросли. На Джимате, наверное, на первом проезде, вот прям здесь, где выходят люди. Одна из таких широких зон. Вы можете увидеть, что где-то метров 6 надо бы пройти. И дальше выходит чистая водичка. Местами где-то больше. Но, в основном, вот такая она стабильная. Сверху, я думаю, этот момент будет очень хорошо видно. Бары с напитками имеются на Джимате. Массажные секции, прокат катамаранов. Насколько я помню, 500 рублей полчаса, 800 рублей час был. Может быть, подорожало. Если что, уточняйте. Все прескуранции висит прям на точках, на которых ребята работают. Девушки загорают спинками, чтобы все было у них там прям подзагоревшее. Ну, пускай, что кого-то останавливает особо возрасте. Я не могу, потому что вы видите, что людей со мной туда вперед прям какой-то муравейник, что ли. Лежаки берут в аренду. То есть тоже все хорошо. Ну, что я говорю, самое главное, мусорки есть. И вот тут мы отходим, наверное, к одному из самых узких мест. Как раз-таки отдыха на пляже Джимате. Здесь расстояние до моря малого ащественника. Но, опять-таки, я повторяюсь, общался с руководителем. Говорят, просят, поймите, надо отбивать, надо работать. Вот так вот. Главное, чтобы люди были довольны. И все остальное мне, в принципе, вообще не интересует. Будем надеяться, что всех все устраивает, потому что пляжи чисты. Инфраструктура есть, но туда дача я вам покажу туалет, душ. Так что будем надеяться, что вам понравится. Чем больше общаюсь с людьми, тем больше понимаю, что людям все нравится. Люди отдыхают. Цены канапы адекватные. В плане того, что никто мне еще сегодня не сказал, «Е, ты знаешь, как все дорого». Хотя пообщался с многими количествами людей. Водоросли, да, присутствуют. Неоспоримо. Но они всегда, это наша жизнь. То есть они всегда здесь есть, были. И хорошо, что есть они. Потому что если без них, это будет, ну, прям печальный водоемчик. Выходим на центральный проход. И здесь можно посмотреть, как и что выглядит. В ту сторону заработал прокат. Там и есть катера, катамаран, банан. Банан у нас в этом году, по-моему, 400 с человека. На таблетке, по-моему, рублей 500 покататься. Ценники, если что, не прав уточнять и поправлять. Потому что в голове держать все цены прям очень тяжело. То есть прокат лежака 300 рублей. Для тех, кто не верит, это центральный пляж Димате. Сама такая. Потому что в этом году в многих местах задрали. Ценники здесь осталось такое. Вот с левой стороны душ, туалет. Работает спасательная вышка. То есть медпункт. Есть у других что-то там у кого-то. То есть в этом плане все хорошо. И влево тоже прокат лежака 300 рублей. Для меня вот болью сердца вообще откликнулось в этом году появление вот этого вот забора. Я пытаюсь объяснить, что без него никак. Но это территорию прям огородили. Я снимал в этом году зимой, как с той стороны вот этого типа ресторана вывозили песок. То есть сделали все ребята площадку. Все это их территория. И вот хотелось бы обратиться к нашему мэру Кондратьеву. Спросить, как было возможным летать в аренду или продать территорию. И разрешить установку забора на пляже. Оставил здесь прям краткое количество метров. Это предательство наших курортов. Я считаю, по-другому даже назвать не могу. Это личное мнение, ребят. Может быть там, ребят, все хорошо с документами. Все в порядке. Сам губернатор разрешил. Может даже Путин подписал. Кто его знает. Но мне это не нравится как местному жителю. Потому что я не хочу видеть заборы на наших песчаных пляжах вместо дюн. Дюн исчезли, заборы появились. Можете смотреть видео за мои долгие года съемок здесь. И вы все это увидите. Выходим на первый проезд. Пивасик можно увидеть здесь от 65 рублей. Есть разная. По-моему, тоже не сильно дорого. Пацаник, здравствуйте. Да. А столовая еще не работает, да? Да, только открываетесь. Понял. Значит, потом как-нибудь забежим к вам. Спасибо. Торговые точки потихонечку все открываются на первом приезде. Вот одна столовая пока готовится к открытию. А здесь вот еще одна кубанская кухня. Столовая полянка. Неоднократно, кстати, снимал ее на обзоре. Работают экскурсионные точки. И куча-куча всего продается. Это самое главное, что работает здесь комплексные беды. Любимая столовая. Слушайте, была раньше пекарня. Новая теперь любимая столовая называется. Мужчины пошли там ознакомиться ко всем женщинам. Это прям очень интересно. Так. Здесь гостевой дом Астан находится. О, интересно. Давайте посмотрим, по чем здесь выпечка продается. Помедленнее сделаем съемку. Вы все разглядываетесь. Ну, мне интересуют только ценники. И все. Самса. Самса тандырная или в духовке? Нет, нет. В духовке было. Да. Понял. Спасибо большое. Все, работа. Слушайте, у меня вот этот ремень, короче, я его потерял, по-моему, только со штанами. Он меня прожил два года. Так что могу вам прям посоветовать. Очень хорошее изделие. Сколько сейчас стоит такой ремень? Полтора. Слушай, цена не поменяла, что ли? Нет, еще не поменяла. То есть, как было, так и остались. То есть, два года назад мне дарили ремень. Я реально потерял со штанами. То есть, ребят, качественные изделия. Могу советовать. От души хорошая работа вам. Смотрим дальше. Куча просто точек открылась. И тут все по-другому немножко выглядит. Фруктовый. Смотрите, с этой стороны переехали. Парикмахерский. Еще выпечка. Тут, видите, цен нету. Допустим, вот на этой выпечке подходить. А нет, есть там вот сверху шаурма, курица 200, свинина 230, гирос 230, курица, свинина 260. Фруктовый. Здрасте. О. Ворованные арбузы завезли? Да, уже есть. О, слушайте, у вас точка по-другому переформатировалась. Все работает, кипит, людей очень много. И это, ну, сказать, что радует, ничего не сказать. Так, здесь еще одно столово работает. Улица Виноградная, друзья. Здесь можно увидеть, что так же все уже заработало. Работает и возле здоровья столовая. Сейчас пойдем глянем. Так же везде фрукты, овощи. Слушайте, ну прям, кто, если что, переживал, то есть и цены хорошие. Извели, смотрите, какие классные. Одно удовольствие. Хочется, чтобы вот так везде всегда было. И тогда у нас будет не просто отдых, а самый лучший отдых. Ромео. Можете посмотреть, кафешечка здесь на входе. Что почем сразу. По ценникам все видно. Ребята работают тоже очень-очень много времени. Я у них, кстати, плов как-то раз кушал. Мне прям очень понравилось. И шаурма можно увидеть. Тоже готовят. 200 рублей шаурма стоит. Жар-пицца. Пожалуйста. Тоже такие места для отдыха. И цены на пиццу. Можно так чуть-чуть. Движуха своя, джемотешная. Если ее так можно назвать. Идет потихонечку. Люди работают. Люди общаются. Прям все очень хорошо. Тут ровно по 49 рублей предлагают где-то товары. О, Б-52. Это вообще культовая столовая. Работает. Это самое главное. Куры и грим. С левой стороны. Ценника, правда, не увидел. С левой стороны пиво, лимонад, рыба. Пересечение с песчаной. Выглядит сейчас так. Мне порадовало, что наконец-то навели здесь порядок. Тут ямки были. Их позаделывали. Подмели улицы и тротуары. И джемоте стало похоже на наш, так сказать, любимое место джемоте. Гостевой дом Елот. С красного капюча по фасаду есть на обзоре на канале. Можете посмотреть, если кто-то хочет туда приехать на отдых. В принципе, все работает. Это не может не радовать любителей джемоте. Потому что прям ноги прижали. Здесь можно увидеть. Ребята продают шашлычок. Прям классно. Овощи на углях. 100 грамм 70 рублей. Свинина. Можете помахать. Ну и сказать, здравствуйте, ребята. Приезжайте. Будем рады вас видеть. Цена вырезка 100 грамм 100 рублей. Легкий баб из грин 250. Шарма на углях 20 рублей. Вот это вот любимая моя тема. Сколько там сортов зелени? 12. Вкусно. Хорошая работа, ребята. Адусе. Красивый город Анапа. Джемоте. Адусе. Шарма. Курица гриль 180 стоимость. Молодец. Девушка. Всегда. Надо не бояться. Наоборот, с радостностью встречать. Я специально спросил. То есть парень в теме. Это прям очень хорошо. То, что можно узнать ответ. Какие байки здесь стоят. Так. Мы продолжаем двигаться. От пионерского проспекта. Разнообразные сувенирчики продаются. Толчья такая. Вещи, вещи. Люди, люди, вещи. Просто красота. Лен. Одежда. Фрукты. Овощи. Просто, дорогой. О, тихо, тихо. Расскажешь нам, почем, что наворовал. Итак, сколько стоимость твоих продуктов? Давай отсюда начнем. Огурцы 50 рублей. Лук. Лук 55. Кабачки. Кабачки 60. Синенькие голубые эти. И 160. Зелень. Зелень по весу она так. 100 грамм 35 рублей. Ага. Перец болгарский. Болгарский красный 200 рублей. А это 160 тоже. Капуста. Капуста молодая 60 январь. Виноградик. Виноград 230. Помидор 150 есть. По 130 есть. Картошка. Картошка 60 и 70. Понял. Черешня 130. Черешня резко подешевела. Да. Это 200 рублей. Это 200 рублей. Это персики. Персики есть по 170. Это плоские. 350. Нектарин. Нектарин по 200 рублей. Так. Груши. Груши 250. Яблочки. Яблоко 110. Абрикос. 200 рублей. Слива. 220. И клубника. Клубника килограмм 200 рублей стоит. Горох. Горох 150 килограмм. Арбузик. Арбуз 65. Слушай, а вот эти прям большие крупные по 130 помидоров у тебя? Да. Красота. Это местный домашний огурец. И огурец 50 рублей. Да. Понял. Все. Хорошая работа. С вами Гарик Барфюмян. Все. От души. Друзья, полностью по всем ценам, по всем вопросам. Мы сегодня с вами проскакали по джемоте. Там все работает. Кафе Клим. В общем, первый проезд вы увидели в полном объеме. Надеюсь, что было интересно. Там у нас пятерочка. Магнит. Это Пионерский проспект. Остановочка 128-я, либо 114-я, если вдруг вы хотите сюда приехать на отдых. Лайкочек, я надеюсь, заработал. Нажать на поделиться со своими друзьями. Тоже буду благодарен. Увидимся в следующем ролике. Для этого подпишитесь на канал, чтобы не пропускать все самое интересное, важное и честное. И полезное. Продолжение следует...